Фортепианная техника по образу представлению. Часть первая. Черни и избранные этюды редакция Гермера. Позиционное и гомообразное движение. Этюд номер один, часть первая. Я покажу сейчас разные варианты исполнения этого этюда. И мы определим изменения в двигательных ощущениях соответственно изменениям в слуховых ощущениях. То есть соответствие двигательных ощущений характеру исполняемой музыки. Первый вариант. Несколько лиричная трактовка данного этюда. Мягкое прикосновение пальцев подушечками. До начала звукоизвлечения они практически прямые лежат на клавишах. Весом руки пользуемся довольно активно. Послушайте. Второй вариант. Более яркое, напористое звучание. Соответственно пальцы схватывают энергично клавиши. Весом руки также пользуемся довольно активно. И динамика будет ярче. И, наконец, третий вариант. Звучание будет легким и звонким. В этом случае кончики пальцев очень быстро схватывают клавиши, а весом руки пользуемся не полностью. Послушайте, пожалуйста. Мне кажется, наиболее интересным третий вариант. На нем мы и остановимся и рассмотрим работу по принципу укропнения контролируемых кадров над одной из фраз этюда. Первую фразу рассмотрим. Первоначальный темп с пульсацией по шестнадцатым. Перед началом исполнения контролируем активность мышц спины, руку с поддержкой снизу, опору в ладонь, кончики пальцев соприкасаются с клавишами до начала исполнения, и мысленно представляем каждый звук. Далее контролируем движение кончика пальца, касание молоточком струны, проверяем освобождение. И так контролируем каждый звук. Послушайте. Рука все время находится в покое, работают только пальцы. Следующая пульсация по восьмым. Уже контролируем через звук. То есть только те звуки, которые попадают в пульсацию. Послушайте. Пульсация по четвертям. Мысленно представляем звук до, затем соль, еще раз соль, соль и до. А сейчас мысленно объединяем фразу в единое построение. Соединяем первый звук с последним в мыслимом пространстве. Соответственно, и двигательные ощущения мы также объединяли и контролировали уже направленность энергии струны. Таким же образом происходит работа над всеми фразами этюда. При работе над последней фразой в гаммовом движении обратите внимание на то, чтобы при подкладывании пальца следующие пальцы освобождались сразу на всю позицию. Я покажу сейчас медленно. Начиная со звука до. Первый, второй и третий палец лежат на своих клавишах. Контроль по шестнадцатым. Вот сейчас первый палец должен уже находиться на звуке фа. Дальше. Освобождение на звуке фа проверяется при соприкосновении пальцев всех со следующей позиции. То есть второй, третий, четвертый и пятый палец лежат на своих клавишах. И дальше уже они спокойно извлекают звук непосредственно с клавишей, движением кончика пальца к себе. А сейчас посмотрим работу над партией левой руки. Здесь трудность заключается в разности тембров. Здесь у нас два или три голоса партии левой руки. Поэтому нужно следить за разницей в соприкосновении молоточков со струной. Вот посмотрите. Может быть два варианта. Либо мы до более плотно прижимаем к струне. И тогда получается вот такое звучание. Либо наоборот, звук ми будет более плотным. Выбор предоставляется на вкус исполнителя. Точно так же выясняется тембральная окраска каждого голоса в следующем аккорде. Послушайте партию левой руки с пульсацией по четвертям. Перейдем к объединению партии рук. В начале, естественно, темп медленный. Контролируем каждую восьмую. Контроль происходит мысленным представлением звуков, попадающих в пульсацию. А сейчас контролируем каждую четверть. Ускоряем темп. Напоминаю, что опорная у нас правая рука. И в левой очень важно следить за точным освобождением в паузах сразу на всю позицию. А сейчас послушайте в темпе исполнения данного этюда. Мысленно контролируем целостность звучания произведения. И, соответственно, в двигательных ощущениях тоже создаем единство движения в направленности энергии в струны при покое в руках. Перед началом исполнения проверим активность спины, положение рук, чуть с поддержкой снизу. и мысленно представим направленность энергии в струны. Одновременно можно представить и звучание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok